Здравствуйте, друзья! Честно, не очень пока понимаю, к кому именно я обращаюсь, но надеюсь, что кто-нибудь наше интервью посмотрит. Расскажу очень коротко, что здесь происходит, зачем мы собрались и как это получилось. Меня зовут Илья Бер. Я в прошлом журналист и муниципальный депутат сейчас района Преображенская. Перед вами Павел Расудов, которого я позвал поговорить. Он кандидат в депутаты Московской городской думы, причем, что очень важно, зарегистрированный кандидат, который идет как самовыдвиженец, и чтобы зарегистрироваться он собирал очень много подписей. Значит, как возник наш разговор? Мы вообще знакомы, ну так, я-то про Павла знаю еще лет уже 8, наверное, еще когда были протесты и митинги 11-12 года. Я не знаю, помнишь ты меня с тех пор или нет, но я тебя помню на всяких там сборищах. Но познакомились мы летом 2017 года, когда оба выдвигались муниципальные депутаты. Я по родному Преображенскому району, а Павел по району Куркина. Но, значит, там у меня получилось стать депутатом, Павел не избрался. Но вот зато теперь у Павла есть шансы стать депутатом Мосгордумы. Значит, и почему же все-таки, зачем нужен этот разговор? Две причины. Ну, получилось так, что мы френды в Фейсбуке, и в какой-то момент там в каком-то из постов Павла возник разговор о процессе сбора подписей. Кто-то из его френдов, кажется, френдов, ну или читателей, высказал сомнение в том, что Павел мог реально собрать нужное количество подписей. Значит, и удивился, почему других независимых самовыдвиженцев не зарегистрировали, а его зарегистрировали. Я подключился с тем, что у меня тоже есть некоторые сомнения, при этом я ничего не утверждаю. И мне было бы интересно поговорить подробно о том, как этот процесс организован, как его проходил Павел. Зрители тоже смогут эти выводы, наверное, сделать. Ну, а вторая задача, мне кажется, вообще важно рассказать очень подробно про всю эту процедуру, про то, как в реальной жизни это может проходить на Земле с конкретными людьми. Вот конкретный человек, что ему нужно сделать. Вот весь этот процесс, чтобы был более понятен. И тогда вы сможете, что называется, экстраполировать эти знания, эту информацию на тех кандидатов и те округа, которые, допустим, для вас важны. Где вы живете, где есть какие-то ваши кандидаты. Павел, я все правильно описал. Ты согласен с таким? Да, я вот слушаю, когда уже включится, какой есть конкретный вопрос, потому что, в принципе, сбор подписей – это такое увлекательное занятие, в котором ты успеваешь о себе послушать столько всего приятного, как на улицах, так и в интернете. Ну, давай я буду задавать конкретные вопросы. Ну, вот, начнем с простого. Значит, когда ты решил выдвигаться в Мосгордуму? Когда это было? Ну, задумал я это еще перед Новым годом. То есть, еще в прошлом году. Потому что, ну, я понимал о том, что будут выборы, и, соответственно, начал к ним заранее готовиться. То есть, официально, скажем так, заявил о том, что я собираюсь участвовать в этих выборах в Московскую городскую думу, я сделал это заявление 12 апреля в свой день рождения. То есть, заранее мы подходили, соответственно, ответственно к этому вопросу, готовились. Ну, хорошо, к моменту, когда ты сделал это заявление, ты уже провел какую-то подготовительную работу? К моменту, когда я сделал заявление в 12 апреля? Да, конечно. То есть, это я уже только объявил, как бы, всем, да, а уже к этому времени… Тогда давай, окей, тогда давай отмотаем вот на конец прошлого года. Мне интересно, я вот тоже хочу понять, допустим, я это ты, ну, ты это я. Вот я, Павел Рассудов, значит, бывший, кстати, я не сказал, давайте скажу, в прошлом председатель пиратской партии России, сейчас рядовой член пиратской партии, не знаю, чем ты… Не зарегистрированный, и поэтому, собственно, мне приходилось с этой подписи, потому что в бюллетенях не будет про партию ничего, к сожалению. Сначала я решил выдвигаться, значит, вот что я такой, Павел Рассудов, какие конкретные первые шаги я должен предпринять. Давай я скажу свою гипотезу, а ты скажи, прав я или нет, и как было на самом деле. Значит, наверное, я должен подумать, первое, о том, где я буду брать финансирование на свою компанию. Мы все живем в реальном мире, понимаем, что не может, такие вещи не происходят бесплатно, значит, потому что нужны, ну, дальше финансирование, тут же рядом, одновременно, где люди, которые будут работать у меня в штабе, кто у меня будет начальником штаба, кто будет организовывать все нужные процессы. Вот, потом я постараюсь прикинуть, как организовать процесс, ну, хотя бы примерно, что мне нужно сделать, чтобы собрать те самые, я так понимаю, тебе нужно было минимум 5400 подписей собрать, да? Как я буду это делать? Вот те задачи, вопросы, которые я бы перед собой ставил, если... Ну, я тоже мне, кстати, спрашиваю. Ты ставишь вопросы, которые можно, в общем, перегумерировать на самом деле в задачи, да? В задачи, которые ты должен выполнить для того, чтобы избраться в... Итак, окей, деньги, люди и примерный план. Я даже бы сказал бы, нет, значит, ты, во-первых, упустил идеологическую составляющую, потому что с чем ты пойдешь на выборы, то есть, может быть, как бы, не знаю, там, для кого-то это не важно, вот, но для меня было важно о том, с какими идеями я туда пойду, вот. И я бы на первое место поставил именно людей, а не деньги, потому что именно люди делают, ну, в общем, не только революции, да, но и выборы, вот. Потому что в России, да, я знаю, на самом деле не очень много организаций, которые существуют, ну, что скажем, без централизованного финансирования, вот. Одна из таких организаций, это была пиратская партия, я очень рад, что я какое-то время был председателем, и в ней, там, активно принимал участие. Поэтому я понимаю, как можно организовать работу не только за деньги, но и есть другие нематериальные стимулы, которые толкают людей в политику. Спасибо, я в курсе. Ну, ты говоришь про волонтеров, окей. Ну, ну, значит, смотри, у меня на сегодняшний день штаб вставляет, ну, там, 6 человек, да, вот, самый костяк. Вот, 6 человек, то есть это вот команда, с которой мы идем, которые каждый понимают, чем они занимаются. Вот, без вот этих людей, как бы, не было бы ничего, потому что мы заранее стали составлять списки о том, к кому мы могли бы пойти по Тушино, по Северному Тушино, для того, чтобы заранее уже, как бы, подготовить вот эту почву, потому что 5 тысяч подписей – это огромное количество. Вот, поэтому мы подняли все наши базы, которые, возможно, как бы, ну, это базы, скажем так, там, свои, там, телефонные книги, да, списки членов партий, все, что вот можно было, как бы, вот, пустить, как бы, в ход избирательной кампании, мы начали делать это заранее, да. Когда, например, значит, вот у нас на округе появился, допустим, Геннадий Гудков, когда? Четыре лет, если я правильно. Значит, он появился, когда уже, как бы, была в разгаре вся избирательная кампания, и он сказал со своими, значит, это цитата, «пора открыть второй фронт», потому что он, видимо, старался помочь своему сыну пройти дальше по вот этой, ну, марафону, да, избирательной кампании. Вот, он тогда сказал «открыть второй фронт», понимаешь? Вот, это уровень подготовки, да, как бы, людей, то есть, люди просто открывают второй фронт для того, чтобы помочь кому-то своему товарищу, да, неважно, там, в каких родственных отношениях находятся, вот, или когда люди готовятся заранее. Нет, вот, секунду. Давай так вот, давай сейчас посмотрим, как бы, на остальных кандидатов. Сегодня в моем округе ни у одного из кандидатов, кроме кандидата от власти, нету программы. Нету программы, ты можешь это себе поверить? Я могу, конечно. Вообще, то есть, люди вообще ничего не пишут, даже, как бы, об округе. Они просто, вот, ну, ну, программы и какие-то программы, понимаешь? Не то, что программы и статьи. Люди вообще, как бы, понимаешь, они, как бы, вот, непонятно, зачем туда пошли, понимаешь? Вот, может быть, просто для галочки, для того, что они сейчас являются кандидатами в Московскую городскую думу. Я, я тебе готов не прерывать, хочешь, еще расскажи про идеи, это, это важно, я, я же не спорю. Ну, вот, но идеи, это как раз и то, что, к сожалению, нельзя проверить, да? Это можно проверить, я сейчас расскажу, как, значит, смотри, у меня были одни идеи, ну, то есть, я от них не отказываюсь, идея открытости, прямой демократии, да, и так далее. Но, когда я пришел к людям с ним просто вот разговаривать в округе, да, конкретно Тушино, да, то я понял, что те проблемы, которые волнуют нас, членов пиратской партии, наше сообщество, ну, не совсем коррелируют с тем, что волнуют простых тушинцев. Потому что большинство вопросов, например, сегодня, как бы, да, это про ЖКХ, вот конкретно, понимаешь, он просто... Это меня совсем не удивит, я-то все-таки муниципальный депутат, и я немножко в курсе, что интересует людей на земле, да? Ну, мусор, мусор, мусоропроводы, не знаю, вымаз мусора, там, и так далее, и так далее, и так далее, вот это все. Я нещу человека в Мосгордуме, который будет защищать интересы именно их округа и района, и помогать им конкретно. И очень обижаются на нынешних депутатов Мосгордумы за то, что они избрались, и больше они их 5 лет не видели, и они их не знают, и ничего для них не сделали. Здесь надо вынести за скобки, могли бы они сделать или не могли, но это отдельный разговор. Давай вернемся чуть-чуть ближе к компании. Я понял, у тебя было желание принести какую-то пользу, была своя идейная платформа, не новая, ты много лет этим занимаешься, я все это понимаю. Значит, но мне все-таки интересен, да, конкретный технологический процесс, да, вот и обсуждать в большей степени его. Вот ты сказал, у тебя есть штаб 6 человек, давай начнем с этого. Кто эти люди? Ну, наверное, не обязательно имя, фамилия, вряд ли они мне что-то скажут, но если хочешь имя, фамилия, да, кто они? Это твой друг, это твой коллега? Это все мои друзья, это все мои друзья, с которыми мы сейчас занимаемся, вот наши политические... Как зовут начальник этого? Могу, Татьяна, она сейчас находится в этом помещении. Я ее вижу, вы ее не видите, к сожалению, вот, милая девушка Татьяна. Окей. Значит, смотри, как бы, у каждого из нас шестерых, у каждого есть свой функционал, кто занимается видео, кто занимается дизайном, кто занимается аргукой, кто занимается юризмом, юридической работой. У каждого из нас есть по 20-50 человек, которых мы просто знаем в Москве, которые живут, у которых есть еще люди. То есть, что мы делали? Первое, как бы, это как вирус. То есть, каждый должен задавать вопрос у того, у кого вы поставили за меня подпись, значит, вы можете ли кому-то еще меня порекомендовать? То есть, мы с каждым, как бы, у человека выжимали, как бы, следующую цепочку, как бы, ну, для того, чтобы значительно проще познакомиться с Марьей Ивановной соседкой, да, когда к Марьей Ивановной соседке подводит другая соседка. Да, но в реальной жизни это все организовать довольно сложно. Ну, ну, хорошо, подожди, да? Ты просто, ты должен, как бы, каждый раз это спрашивать, понимаешь, когда, как бы, ты, ты у людей, как бы, ну, там, встречаешься. Вот, поэтому, когда, как бы, у нас сборщики уже, как бы, начали собирать подписи, у нас уже какая-то была, к этому моменту, как бы, база, которую мы начали, как бы, обзванивать, да, то есть, мы начали бы направлять уже просто на одного сборщика дополнительных людей. Вот, давай, я вот здесь уточняющие вопросы про базу, это интересно. Значит, у тебя эта база, вот, за два года, то есть, два года назад, у тебя такой базы, допустим, не было, или она? Не было. Ну, то есть, ну, тогда, вот, тогда и тогда я не... не делал так, да, вот, тогда, кстати, я признаю свою ошибку, ты был прав, что нужно было больше уделять времени полевой работе, а не интернету. Это, Павел говорит, мы просто с ним и познакомились в эфире программы Яблоко ТВ, по-моему, в августе перед предстоящими выборами. Просто, ну, смотрите, да? Хотя интернет, и у меня все равно, как бы, присутствует. Мне, меня восхищает твоя смелость, да, просто, ну, по цифрам, по фактам, чтобы люди понимали, да, цифры 17-го года. У меня так получилось, ну, хотите воспрямить это как хвостовту, но это цифры, которые проверяемые, да? Значит, у меня на Преображенке в моем округе было 3855 действительных бюллетеней, то есть, проголосовавших людей, чей голос был зачтен. Я получил 1355 голосов, это был второй результат по округу. Значит, в твоем округе, в Куркино, было 2350 действительных бюллетеней, ну, меньше, примерно на треть, да, получается. Но получил ты 84 голоса, вот, из яблочных кандидатов, ну, ты шел от яблока, ну, ты шел от яблока, ну, не знаю, возможно, я так и умею считать сходу. Ну, это из пяти яблочных кандидатов, не прошел никто, у тебя было наименьшее число... Тогда были тактические ошибки в избирательной кампании, были. У меня и вопрос, как ты вот с такой базы, вот я, например, со своей базы решил, что, ну, я и не хотел, но это другой вопрос, но даже если бы я захотел, я бы не замахнулся, потому что я не понимал, как мне от 30 подписей, которые я собирал, и ты, наверное, собирал столько же, примерно. Я не собирал подписи. А, ты не собирал это от партии, ничего. Вот, а я собирал 30 подписей, поэтому я понимаю, как это делается, и я могу экстраполировать, как это на 5400. Я собирал 30 подписей, я понимаю, что это такое. Ну, вот, я бы не взялся за такую задачу, я не понимаю, как... Слушай, 10 лет тому назад я взялся, значит, представь себе, 10-й год, 2010-й год. Помнишь, сколько было зарегистрировано партий в этот момент? Зарегистрировано 4 партий. И еще было яблоко, которое не находилось в Госдуме. Было всего 5 политических партий. В тот момент мы тоже решили сделать пиратскую партию, да. Это было, ну, выглядело, может быть, немного дико, и, наверное, многие, как бы, удивились. Потому что, кто вы такие, как бы, в общем, дерзкие, пришли сюда, как бы, без ничего, как бы, вы сейчас хотите, значит, участвовать в выборах в Госдуму. И нас тогда не допустили. Вот, ну, и что, как бы, то есть, как бы, ну, то есть, ты побоялся, я не побоялся. Окей. Ну, я свелее, чем ты. Я готов это признать. Или, может быть, безрассуднее. Как угодно называйте, ну, по факту, да. Я бы, даже если бы захотел, я бы на это не пошел, потому что я для себя не понимаю, где мне было бы найти эти ресурсы, поддержку, как это все сделать. Ну, ну, ты на это пошел. Значит, два года назад, два, два года назад, да, значит, потерпел неудачу, вот, что такое у нее успех? Это перемещение от одной неудачи к другой, вот, пока вы не достигнете успеха. Сейчас я понял, как бы, что нужно по-другому. То есть, первое, как бы, что, чего у меня не было, значит, на тот момент, значит, политической команды, команды, вот, которые тогда, возможно, как бы, ну, вот, я думал, что, как бы, у нас с Яблуком получится какой-то альянс. Хотя, например, я, например, познакомился там с Яблучниками от той компании, и до сих пор мы поддерживаем хорошее отношение, вот, и... Хорошо, давай вернемся сейчас. Команда, вот теперь есть команда, шесть человек, значит, вот, есть Татьяна, начальник штаба, какой у нее был опыт грамот политический, у нее был опыт какой-то в политических компаниях? Ну, нет, нет, политический опыт есть только у меня, вот, и у юриста. И политологически, вот, и политологически, вот, ну, политологически, я, как бы, принимаю активное участие в своей избирательной компании, не то, что, значит, я надо думать, что сейчас, значит, Татьяна такой великий политтехнолог, который, там, за мной стоит, не знаю, вот, и руководит моими действиями о том, что я говорю, как бы, она мне помогает в избирательной компании, да, вот, она главный человек, который распоряжается... Окей, вот, вы с Татьяной в конце прошлого года решили, что вы будете этим заниматься, и вам нужна, как ты говоришь, база сторонника. Вот, значит, потому что, слушай, я, ну, порядок, слушай, ну, там, где-то, там, до 500 человек, вот, мы начали ввести это все сначала в Excel, вот, а сейчас мы переходим на Bittrex, вот, в Bittrex мы просто ведем обращение человека, как сделку, то есть человек обратился, это лид. Ну, я понимаю, технически это можно, конечно, гораздо умнее организовать, чем в Excel, это я, к сожалению, ничего умнее Excel не освоил, и то Excel только без формы, ну, неважно, значит, у тебя порядка 500 контактов, то есть, это, там, с адресами, да, то есть, такой-то человек, по такому-то адресу... Ну, кажется, так неудобно, ну, ладно, тебе виднее, вот, окей, значит, порядка 500 контактов, значит, эту базу вы составляли, пополняли все время, да, на протяжении всей компании? Вот, окей, значит, ну, допустим, там, у человека есть папа-мама, да, члены семьи, но ты, при этом, ты собрал, не там, не 500, и не полторы, и не две тысячи, а пять тысяч четыреста. Ну, да, помимо того, что, как бы, как дальше, то есть, мы разобрались с пятью стами, ну, окей, умножим на три, там, допустим, члены семьи, разобрались с полутора тысячами, теоретически, вот, этих подписями, Как остальные добывать? Остальные тысячи, может, и я бы взял? На улице. На улице? На улице. То есть, ну, только на улице. Ну, расскажи, как, то есть, что, ты заказываешь какой-то, этот самый, куб, да, как это называется? Ну, значит, кубы, это одна из самых неэффективных, по-моему, технологий, то есть, мы их оставляли только для того, чтобы, ну, в общем, просто, ну, вот, есть как бы, ну, не то, чтобы все делают, и так должен, да, но это, по крайней мере, дает возможность, чтобы люди тебя заметили. Просто они, как бы, проходят мимо куба, вот, они его замечают, вот, к самому кубу очень немного подходит, вот, единственный вариант, как бы, это просто выходить, вот, идти по подъездам, идти по дворам, собирать, как бы, бабушек, вот, которые сидят на улице, там, брать коды и, типа, по квартирам, только... У тебя на это меньше месяца, правильно? Ну, да, да, у тебя на этот момент, просто, я для зрителей, потому что это тонкий момент, но, грубо говоря, как бы, если ты хочешь, как бы, каких-то цифр, как бы, да, там, значит, математики, там, ну, где-то 300 подписей в день, как бы, нужно, как бы, вот, поддерживать темпы сбора. Хорошо, если ты ходишь, как кандидат, я понимаю, ты, как кандидат, общаешься с людьми во два раза, ты самый, как бы, активный сборщик, да, естественно, значит, сколько ты в день можешь, ну, не можешь, а конкретно ты, сколько ты... Без контактов, как бы, это, вот, я старался делать. То есть, ты каждый день ходил, без выходных, да, ну, как без выходных, как бы, без выходных совсем с ума сойдешь, как бы, ну, практически, не знаю, но, практически, без выходных, да. Ну, типа, 6 дней в неделю, ну, да, ну, как бы, там, просто, в зависимости от ситуации, потому что, у нас, там, какие-то еще были мероприятия, мы проводили в Куркино день сбор подписей, мы, там, ездили на... Да, я видел фотографии, да. И на трубную почедь, вот, то есть, мы, бы, использовали все возможности, которые у нас были. Окей, допустим, значит, ты, ну, вот, здесь, я, честно скажу, свой опыт, я не представляю, как я бы мог собрать 70 подписей за день. Контактов, ты сказал? Не подписей, а контактов. Подожди, а подписи, как? Ну, подписей, как бы, там, ну, 20 штук, как бы, я собирал, 20-25 подписей в день. Ну, это не 70, это меньше. Просто 70 контактов, ты понимаешь, как бы, есть конверсия. То есть, 70 человек, ты, как бы, обратился. Каждый третий... Контакты с такими у человека... Нет, я тебе на улице говорю, ты, как бы, на улице, ты проходишь, как бы, к бабушке, да, вот, сидят три бабушки, вот, у тебя три контакта, говоришь, здравствуйте, я кандидат депутата Московской городской думы, вы могли бы поддержать меня, чтобы я участвовал в этих выборах? Да, смотри. Ты пришел к ним, ты должен к ним привить уважение, ты с ними должен пообщаться, ты на трех бабушек меньше часа не потратишь, ну, в реальной жизни не может быть. Ты с ними должен поговорить, они с тобой, они будут тебя спрашивать, потом, пока вы, пока кто-то из них там будет сомневаться, ты ее должен убедить, или там... Короче, у тебя другой опыт, ты говоришь, что 70 контактов невозможно, 25 подписей невозможно. Я не могу сказать невозможно, да, это некорректно. Ну, тогда все, два, два, два. Я могу сказать, что я не могу. Ты не смог, хорошо, окей, да. Вот, я могу сказать, действительно, про свой опыт, я вот эти 30 подписей, которые надо было сдать, да, для регистрации, два дня. Причем я их собирал, не по незнакомым, естественно, людям, а по друзьям и соседям, которые знают меня всю жизнь, я всю жизнь живу в этом районе, но пока ты с одним состыкуешься. Пока до одного доедешь, пока ты запоришь два листа, потому что человек ошибется, а люди ошибаются очень часто. Это, ну, это долгое. Я понимаю, что, окей, вот, имея опыт, если бы я был лучшей версией самого себя, я бы мог эти 30 подписей собрать за... За день не смог бы, нет, ну, за полтора дня. То есть, он бьется приблизительно своими цифрами? Ну, да, то есть, тогда, получается, ты там подписи собрал, если ты их собирал, допустим, 22 дня, 24, да, умножим на 20, но это, типа, твоих подписей там, ну, не больше 600, да? Ну, ты же знаешь, сколько ты заверял? Сколько ты, как сборщик? Слушай, слушай, значит... Как сборщик себя. Нет, значит, смотри, как бы, я как сборщик, не как сборщик, а как кандидат, заверил вот такую вот коробку подписей, да, заверения, которых только их, как бы, непосредственно, да, заняло где-то около 8 часов. Я сидел вот ночью, да, и 8 часов, вот просто... Иначе к тебе точно не зарегистрировали, не поднимаясь, как бы, да, вот это вот все, как бы... Сколько из них заверял? Ты же знаешь, сколько ты, как сборщик, собрал в итоге подписи? Слушай, я не считал, как отдельно... Сколько с подписи моих туда отдельно вошло? Не, объясню, почему. Значит, потому что мы нормальные даже подписи, мы собирали подписи больше, чем сдано в комиссию, потому что очень большое количество подписей, мы просто выбраковывали даже несмотря на то, что я их разбирал, не я их собирал. Если подпись оформлена с какой-то там технической помаркой, да, то она, как бы, должна быть вычернута с тобой самолично, потому что иначе она будет вычернута избирательной комиссией. Нет, я все... Избирательная комиссия, да, моих там 300 подписей тоже забраковала, да, 300 подписей. Мне просто этого хватило для того, чтобы пройти дальше. Вот и все. Но при этом, просто конкретный вопрос, ты же все равно, ты знаешь, сколько ты лично собрал подписей? Неважно, сколько из них потом пошло в избирком, но лично ты сколько... Я просто про технологии... Слушай, значит... Ты смотри, как бы, технологии, когда ты в течение 20 дней ежедневно собираешь подписи, разговариваешь с людьми, ты не занимаешься, как бы, тем, чтобы подсчитать, как бы, сколько конкретно, как бы, там, у себя медальку повесить, а ты собрал подписи. Нет? Значит, мы очень разные. Нет, для меня это был бы главный вообще критерием моего успеха и того, что я делаю. Я, блин, я за каждую подпись трачу месяц своей жизни, я хожу, убиваюсь, я общаюсь с людьми. Да, и потом ты должен безжалостно свою же собственноручную, которую ты взял, подпись у избирателя, вычеркнуть, даже если она у тебя оформлена. Да, и даже не я, а члены моего штаба, которым не так жалко моих подписей, как у меня собаку. Да нет, слушай, ну, потому что, как бы, если у тебя есть какой-то, как бы, какой-то пиетет к этим бумажкам, у меня к этим бумажкам пиетета никакого нет. Потому что я уже не первый раз сдаю коробки, блин, этих документов в избирательные комиссии. И каждый раз это просто, как бы, процедура издевательства над человеком и над кандидатом, которая не имеет никакого отношения, как ты понимаешь, на самом деле. Ну, может быть, не вот когда муниципальный депутат, и ты собрал 30 подписей своих друзей, да? А когда это говорится про муниципальный депутат Московской городской думы, который вот эти вот 5000 подписей, это просто 5000 подписей людей, которые не спустили с лестницы просто сборщиков, либо самого кандидата, когда к нему пришли, там, и не спустили на него собак, это не значит, что 5000 друзей у меня появилось сейчас на округе. Нет, это безусловно, нет, вообще, то, что это вообще безобразие, это антидемократично, этот барьер должен быть отменен, здесь у нас с тобой точно не будет никаких расхождений. Я полистал немножко в интернете и посмотрел на сайте «Голоса» энциклопедия кандидатов, если вы не знаете, кстати, уважаемые зрители, имейте в виду чудесный сайт, они собрали базу, там, десятки тысяч людей, граждан России, которые за сколько-то уже довольно большой период времени участвовали в разного уровня выборов. Там есть про любого кандидата, который хотя бы подавал заявку, это очень интересно оказалось. Себя я проверил, но про меня никаких сюрпризов, я один раз пробовал участвовать, один раз, и, значит, там упомянут. Павел, как оказывается, уже очень опытный, значит, человек, он участвовал, ну, не в восьми выборах, но про него есть восемь записей, вот, и по этому поводу, просто сам упомянул, два вопроса тебе задам. Первый твой политический опыт был в 2009 году, ты выдвигался в Санкт-Петербурге на муниципальных выборах, от партии ЛДПР, значит, одновременно по пяти разным муниципальным округам. Был у меня такой социальный эксперимент, вот, возможно ли вообще выдвигаться по нескольким отдельным муниципалитетам одновременно в одни выборы. Да, это было возможно. В чем эксперимент? В одном, в одном, в одном. Нет, я про муниципальный выбор. Вот, муниципальный выбор, да, это просто... Вот, просто у меня в округе была дама, которая выдвигалась еще тоже в трех или в пяти муниципальных округах разных по Москве. Я не знаю, какие были мотивы там у твоей дамы, да, вот, для тогда для меня это было интересно, вот, я попробовал участвовать. Я вел компанию по тому району, где, естественно, я, там, жил, вот, там, учился родиться. А то ДПР, чего, просто, как бы, удобно было или идейно было? Потому что, нет, нет, не идейно, вот, это просто, ну, это было что-то, ну, как сегодня яблоко, наверное, да, то есть партия, от которой было можно выдвинуться, не собирая подписей, это не стыдно. Тогда было бы у ДПР, на мой взгляд, вообще, возможно выбираться. Ну, окей, ну, да. Ну, потом, для меня был бы вариант, как бы, значит, я выбирался от яблока, ну, как раз тогда мы с тобой участвовали в избирательной команде. Да, вот это был твой второй опыт, ну, как бы, вторые выборы, там, как бы, пять округов, ну, будем считать, это за один опыт, наверное, да? Ну, да, да, я думаю, да. Второй опыт был два года назад, окей, но объясни, пожалуйста, для меня это было полным сюрпризом. Друзья, оказывается, Павел на эти же выборы 8 сентября подавал документы еще и на регистрацию у себя, как кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга. Да. Это прям сюрприз. Значит, потому что... И как? Ну, так нет, потому что, значит, а ты читал, что я писал, как бы, при подаче этих документов? Нет, честно, нет. Вот, значит... Сукерберг мне никогда-то не показал твой путь. Ну, скрыл, да, от тебя, вот, хотя, значит, все СМИ об этом написали, мне удалось донести нашу позицию, значит, идея была в том, чтобы донести... Я выдвигался с одной только задачей, для того, чтобы доносить идеи пиратской партии до широкой общественности. Сделать это с помощью уведомления на выборах Санкт-Петербурга, это было возможно. Вот, все об этом написали, да, написали о наших идеях. Ну, то есть, это был фактически такой пиаровский ход, да? Ну, смотри, это был ход, который позволил мне донести идеи до широкой общественности. Ну, это и есть пиар, это прям определение. Ну, если это связи с общественностью, да, просто пиарка, мне кажется, такое, знаешь, имеет какую-то... Отрицательную, отрицательную, нет, я в данном случае бесстанавливаю отрицательную, это сфера, способ деятельности. Возможно ли было, значит, там, собрать, пройти муниципальный фильтр? Нет, конечно, это было невозможно. Вот, значит, поэтому, значит, я в этих выборах уже снят, да, то есть, я снял свою гандидатуру, я на них не участвую в выборах в Санкт-Петербурге, вот. И, пользуясь случаем, у петербуржцев прошу прощения за, может быть, то, что кто-то это воспринял как какую-то, не знаю, неудачную шутку, вот. Нет, это была не шутка, но, тем не менее, в выборах я этих не буду участвовать, принимать участие, вот. Хотя в Петербурге меня, знаете, удивило, что после того, я зарегистрировался кандидатом, журналисты стали звонить и обращаться по имени-отчеству, вот, первый раз. Да, это такой понятный психологический эффект, да. То есть, видимо, кандидат в губернаторы более значим, я так понял, для журналистов, чем, допустим, кандидат в депутаты Московской городской думы, вот, потому что в Москве все по-прежнему на ты. Понятно, окей, спасибо, с этим мы разобрались, разъяснили, давай вернемся к этой компании, к твоей Мосгордумовской. Да, значит, знаешь, какой совсем был классный ход у меня на этой компании? Расскажи. Ты в дракона мне был? Да, да, да. Я его знаю, надо зрительно рассказать. Да, да, значит, меня спрашивали долго, каковы твои шансы на победу? Вот, я говорю, ну, 50 на 50, да, ну, это как вот одно из двух, как встретить динозавра на улице, то есть, либо встретишь, либо нет. И, значит, динозавр дал возможность нам сейчас донести, по крайней мере, к вопросу, вот, до аудитории, это больше миллиона человек, то есть, там, только одной из акций, вот. Вот, а ухват СМИ, и, значит, причем, что интересно, СМИ как раз не публиковали информацию про динозавра, практически, ну, может быть, там, за редкими исключениями, там, дождь, кто-то еще, вот. А все разошлось через паблики в социальных сетях, именно по пабликам. Понятно, хорошо. То есть, через интернет. Давай вернемся, вот, вы, значит, начали наполнять эту базу, нужны были, непосредственно, сборщики, которые, ну, помимо тебя, да, мы, там, прикинули, ты, сколько ты мог теоретически собрать, но из того, что ты говоришь, это, получается, не больше, там, 500 подписей, ну, потолок личный, да. Ну, просто я. Подожди, мы считали, что только что полторы, плюс 600, уже 200. Нет, подожди, я включаю твои. А, нет, смотри, если мы считаем базу, да, ты бы считал, что это приблизительно, да, ну, да, исходя из твоих слов. Да, да, уже 200. Ну, да, значит, окей, значит, волонтеры, да, или сборщики, значит, сколько у тебя, это же официальная информация, ты ее подаешь в нужную комиссию, сколько у тебя, было сборщиков подписей. Ну, у нас иногда выходило, там, до 40 людей, вот, значит, конечные, потом, подписи мы использовали, по-моему, человек 30, наверное. Подожди, так, так, сейчас непонятно. Значит, объясняю, значит, не каждый человек, который даже горячо тебя поддерживает, да, и на словах готовый идти и собирать подписи, столкнувшись с тем, что ему начнут хамить в лицо на улице, или просто на него спускать собаку, да, или просто отгонять, как бы, да, или вызывать милицию, вот, будут собирать подписи дальше. Безусловно. Ну, так нет. Я спрашиваю про то число сборщиков, которые ты в итоге подал, причем не просто подал, а каждый сборщик заверяется нотариально. Нотариально, да. А сколько, кстати, это стоит, одно заверение? Значит, с нотариусом это вообще была смешная история. Значит, нотариусы города Москвы не умеют осуществлять свои прямые обязанности, по крайней мере, в том, что связано с заверением сборщиков подписей конятого депутата Московской городской думы. Потому что нам приходилось несколько раз даже перезаверять у нотариуса, потому что они это делали в первого раза с ошибкой. Вот, соответственно, при подаче документов с ошибкой в избирательную комиссию, ну, ты вероятностью вылетаешь. Вот. А осуществлять, ну, каким образом, ошибки, которые делают нотариусы, они, значит, есть определенная форма, да, которая должна быть, они ее не соблюдали. Вот. Ну, некоторые независимые кандидаты, собственно, таким образом лишились по 400 подписей, как мы знаем, да, в частности, Русакова. Ну, вот, ровно таким способом. Ну, значит, да, ну, окей. Значит, нет, вот те, как бы, интересные, как бы, да, вот, ты говоришь, вот, лишились 400 подписей, как я не лишился 4-х подписей, да, потому что вовремя заметил вот эту историю, вот, и мы ходили дальше, обратно к нотариусу перезаверять, как бы, все это, для того, чтобы это все было корректно, корректно оформлено. Так, вот, стоило, стоило, это, на самом деле, немного, стоило, это, там, тысячу рублей за услугу и, по-моему, сто рублей за подпись. Ну, то есть, разовые, неважно, сколько подписей, то есть, заверение, то есть, ну, прием нотариус, ну, да, прием нотариус за каждую подпись, сколько? По-моему, по сто рублей, да. Понятно. Хорошо, так, все-таки, я не понял, сколько ты подал-то, надо, сколько у тебя заверенных сборщиков? У меня было 27 сборщиков, по-моему, в итоге, вошло. 27 сборщиков. Ну, вот, смотри, я тебе, честно скажу, вот здесь уже поле для очень больших удивлений, скажем, и сомнений, потому что... то есть, от штабов разных кандидатов, незарегистрированных, независимых, я слышал цифры, что просто математически и жизнь показывает, что у честно собранных подписей не может быть меньше 80 сборщиков. Так, а ты понимаешь, что как бы на каждого этого сборщика было еще по три человека, которые обеспечивали им тех людей, которые будут подписываться? Не понимаю. Не понимаю. Нет. Объясни. Не понимаю. Сборщик – это человек, который пришел ко мне, который непосредственно, непосредственно доносит. Да, 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 да. Кроме этого, значит, смотри, мы считаем, как бы, тех людей, которые обзванивают, приглашают, как бы, в том числе, как бы, к нему, да, чтобы он там пришел, либо так. Все правильно. Кроме того, люди говорят, что же это делать. Кроме того, сборщик, значит, там, может работать в паре, да, потому что они, как бы, ходят, там, допустим, там, парень, девушка по этажам, да, вот, они останавливаются, они начинают, как бы, работать, как бы, вдвоем, да. Один зазывает, как бы, другой, как бы, уже, как бы, стоит, как бы, оформляет, там, ну, что, там, у девочки, например, там, симпатичный, просто почерк. И, а, третий ходит, как бы, по соседям. Поэтому, то, что, как бы, конкретно, как бы, сборщик, на котором, как бы, оформлено, ты, понимаешь, ты сейчас, как бы, что хочешь вообще, как бы, вот, в этой истории, в этой истории понять. Как бы, как бы, смотри, как бы, то, что оформляется документами, да, ну, это, как бы, вот, есть некий, как бы, слепок реальности, да, вот, который, ну, мы предоставляем в избирательную комиссию. Но есть еще тот бэкграунд, который остается за этим, да, потому что кухня... У тебя, значит, где-то 27 было. Ну, 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 я тебе говорю, как бы, чтобы, значит, умножить на 3, как бы, и получается 90. Хорошо, вопрос, сборщики... Теперь давай чуть-чуть к деньгам. Значит, официальные цифры проверяемые. По состоянию на 7 июля у Павла на счету было 270 тысяч рублей поступлений. Почти все потрачены, значит, вот, к этому моменту. По состоянию на 5 августа, то есть это вот только-только, да, чуть-чуть прибавилось. На счет поступило 301 тысяча рублей, вот, по последнему отчету, который на сайте Мосгоразбиркома, да. Значит, и тоже там, ну, почти все эти деньги потрачены. При этом потрачены они в такой пропорции на подписи 120 тысяч, остальное на гид-материал. Вот, это все так и есть. Ну, значит, все, как бы, есть по документам, так и есть по документам, понимаешь? Если ты меня хочешь спросить, как бы... Я тебе скажу, что я хочу спросить. Значит, платили ли ты сборщикам за каждую подпись? Нет, у меня со всеми свои, как бы, договоренности и отношения. Ну, это какие-то чудеса. Люди, которые ходят, тратят практически месяц своей жизни, не имея возможности зарабатывать деньги в каком-то другом месте. Слушай, все работают бесплатно. Слушай, дружище, 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 ты участвовал вообще когда-нибудь в, ну, активистской структуре? Ты, конечно, фестивали проводил? Всю жизнь этим занимаешься. Фестивали. Я проводил где-когда спортивным. Это абсолютно горизонтальное движение из нескольких тысяч человек, и практически все происходит бесплатно. Я знаю, сколько человек может потратить на такую вещь, и какая должна быть мотивация. То есть, такой человек может существовать, окей, я понимаю, этот человек должен быть в тебя влюблен так, что просто, вот как он, как я люблю, что, где, когда. Вот так же этот человек должен любить лично тебя, чтобы... Окей, хорошо, понимаешь? Значит, у меня не очень богатая избирательная компания, вот, но на самом деле важно не то, сколько у тебя денег, а какой КПД, коэффициент полезного действия, ты прикладываешь каждому своему, как бы, предвыборному действию. От этого, как бы, зависит, как раз от того, как бы, ты можешь вообще, как бы, дальше пойти, как бы, победить или нет. Вот у тебя 27 этих волонтеров. Что это за человек, который бесплатно... Это сверхлюди, которые ежедневно общаются, ну, типа, ежедневно, блин, наслушивают вот эти вот проблемы, понимаешь, вот конкретно вот это. Да блин, нет, нет, Себюш, это твой брат-друг, это брат твоего брата, это твой соседок, откуда ты его знаешь, откуда он тебя знает, почему он тебя так любит и готов потратить месяц жизни. Потому что этим мы вот занимались как раз до того, как... Нет, ты не отвечаешь на мой вопрос. Конкретный, вот, смотри, давай, проще, то, что я знаю. Значит, вот, Усап Русаковый, да, значит, там много разного народа. Кто эти люди? Я понимаю, кто эти люди. Это и муниципальные депутаты Гагаринского района, которые с ней проходили одну или две компании, работают вместе с ней, у них общее дело. Вот это конкретные там люди, там, Толкачев, Зуев, я понимаю, откуда они взялись, их бэкграунд, их интерес и почему они тратят на это там время, жизнь и так далее. Я понимаю другое. В моем округе, значит, сборщики за административного кандидата Антона Молева. У него гигантский бюджет компании, 27 миллионов официально поступивший. Он потратил официально много денег. И вот это я понимаю, эту трату, она действительно на подписи. Он платит, хотя они тоже меня обманывали, конечно, пытались. Вот, нам бесплатно, конечно, все понимают, это платные сборщики, ничего в этом плохого-то нет, на мой взгляд. Но их мотивацию я понимаю. Я тебя спрашиваю, кто те конкретные живые люди там? И друзья, понимаешь, только то же самое, как мы спонсировали пиратскую партию в течение пяти лет. Понимаешь, это не так. У нас не было ни государственного финансирования, ни густебовского финансирования, ни еще. Мы сами свои деньги вкладывали и занимались политикой. Вот сейчас мы точно так же занимаемся. У нас сейчас есть конкретный проект, который 8 сентября, Павел Рассудов, должны люди прийти и проголосовать. Понимаешь? Вот сейчас как бы отдельный... Ответи, пожалуйста, на простой конкретный вопрос. Не надо имя и фамилии. Пусть это будет Ваня Иванов или Света Петрова. Вот кто, портрет этого человека. Вот я тебе пример приведу. Света Петрова, студентка на пятом курсе высшей школы экономики или МГУ. Меня она знает с такого года, она участвовала в таких-то наших проектах. Она готова тратить время потому-то. А еще у нее богатый папа, поэтому ей не надо кормить себя. И она может месяц потратить на это. Есть такие иллюзии, которые готовы... Ну почему я... Ну вот, что лицо мне пошло от конкретных... Ты же знаешь этих людей, их 20, это мало. Ты их всех должен знать лично. Молодые, в основном молодые иллюзии. Ну в чем проблема-то? Проблемы, я пытаюсь понять. Если хочешь как бы портрет, как бы это в основном молодые иллюзии. Которые есть студенты, есть кто уже работает, есть кто... Есть предприниматели, есть музыканты, программисты. Слушай, ну как бы что, что эти, как бы вот соцдем какой-то должен сейчас тебе выразить. Мне про людей интересно. Это же все, ты говоришь какие-то общие вещи, а это живые люди какие-то. Прикоди мои встречи, как бы, и увидишь живых людей. Ну что как бы, странно. Мне правда, мне не понятен такой ответ. То есть, ну есть же, должна быть какая-то конкретика в жизни. Но ты рассказываешь какие-то общие вещи, как будто это ты расскажешь, как должно быть, а не как есть на самом деле. А мне интересно, как есть на самом деле. Вот, там у всех, у любого человека есть какая-то уникальная история. У любого. Один там музыкант, а он, не знаю, считает, что его инопланетяне похищали. И поэтому он делает тот-то и тот-то другой. Еще что-то. Ну, про инопланетян я не готов. Давай, следующий вопрос, потому что, мне кажется, в тупик зашел. Ладно, хорошо. Нет, так нет. Так, значит, дальше. Ты писал у себя в фейсбукном профиле, что у тебя, у компании есть спонсор, ну, намекал, или он планируется, и что намек был такой, что это человек, связанный как-то с биткоинами, состоятельный человек, связанный с биткоинами. Значит, у моей избирательной компании на данный момент есть только один финансовый спонсор, это я непосредственно сам. То есть, вот все эти там 301 тысячи, это то, что ты вложил лично в свои деньги? Это мои деньги, да. Планируешь еще привлекать? Значит, ну, это не последний финансовый отчет, вот, там, сколько потратим, столько потратим, вот, значит, никакой крипты, как бы, не надо мне сейчас привязывать, вот, мы тоже смотрим за дьяволом Навального, о том, как им сейчас рассказывают. Я вообще привязываю, ты сам это писал, даже фотографии пишешь, я при чем, где, где, кто, когда писал, как бы, я не знаю, вот, значит, есть финансовый отчет, в финансовом отчете это мои деньги, вот, которые я потратил на свою избирательную компанию. Окей, принято. Значит, тогда такой вопрос, значит, такая вот по фейсбукам и соцсетям разных кандидатов и зарегистрированных, но почему-то в основном не зарегистрированных, это мы с тобой еще чуть-чуть ниже обсудим, были постоянные, что логично, посты, воззвания, местами истеричные, пожалуйста, мы не успеваем собрать подписи, пожалуйста, нам не хватает денег, пожалуйста, вот наши кошельки, донатьте. Я специально пролистал твой фейсбук за все время сбора подписей, у тебя не было ни публичного поиска волонтеров, никакого публичного фандрайзинга, ни одного поста. Да, потому что я внес свои непосредственно деньги, да, потому что я не знал, зарегистрируют меня или нет. И собирать деньги, когда тебя еще не зарегистрировать на какую-то непонятную авантюру, у людей собирать миллионы, я не готов. Вот сейчас, допустим, мне нужно будет выпустить газету, да, я зарегистрированный газет, я понимаю, как эта инвестиция будет отбиваться, да, это будет конверсия. Ты был что, уверен, что тебе хватит тех денег, которые ты внес и тех сборщиков, которые у тебя были? Слушай, я постил про сбор подписей, по-моему, ежедневно. Давай посмотрим. Давай, я специально пролистал. Давай посмотрим, ну, давай посмотрим, ну, скажи, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, мы ищем волонтеров или, пожалуйста, донатите сюда. Значит, волонтеры, это отдельная история поиска волонтеров, значит, специально со стороны не привлекали ни одного человека, потому что, вот, видел, как сейчас у некоторых кандидатов, значит, были засваны какие-то, если там сборщики, Чем более оппозиционный, тем более вероятен такой сценарий. Засывали сборщики, там, фальшивых, скажем так, сборщиков, которые приносили специально намеренно фальшивые подписи, вот, чтобы избежать этого, мы не со стороны никого не призываем. Хорошо, давайте. Вот, а сборе подписи самом, как бы, вот сейчас, значит, давай, я открыл просто свой телеграм, да, и мы увидим, как бы, что ежедневно, практически, как бы, я что-то, как бы, там давал, да. Ну, пожалуйста, день сбора подписи, метропикеты, ты рассказываешь свою деятельность, показываешь фотографии, как ты собираешь пикеты, как ты собираешь подписи, но это не то, чтобы сильно эффективно для... Сегодня пункт сбора подписи у метропланерной 16 до 20 часов. Да, да. Ты анонсируешь конкретный пункт ввод, при этом, так же нельзя собрать. Собрать можно, ходя от квартиры к квартире. Так я и ходил. Ну, так подожди, ты не можешь быть пламерная, в том числе. В том числе. Ты не можешь разорваться, не можешь одновременно быть у метропланерной и ходим от квартиры. Подожди, подожди, подожди. Почему? А как? Ты не можешь как бы распланировать свою деятельность, как бы, чтобы выполнять как бы два действия в течение одного дня? Одновременно быть в двух местах? Я лично не умею. Одновременно нет. Ты можешь параллельно, сначала одно сделать, а после этого заняться другим. Или кто-то собирает подписи здесь, у метропланерная, а кто-то идет по дворам. Нет, так и так. Возможно? Нет, ты мне сказал только что, что у тебя не было постов. Я тебе только что продемонстрировал, что у меня были посты. Секундочку. Давай. О том, что с призывами ставить подписи. Приходите. Ну как? Бомонтёров не было. Я не зазывал, что у тебя не было постов о том, что вы не успеваете, о том, что есть какие-то проблемы со сбором подписей. Проблемы, да? Призы суши. Значит, секунду. И не было никаких фандрайзинговых постов. Я спросил почему. Да, я объяснил почему не было другого. Объяснил другого. Все нормально. Потому что бомонтёров со стороны, которые засывают засовы на казачков, мы не хотели. И были уверены в своих силах, что деньги свои потратили. Понятно. Теперь вот ещё такой вопрос. Как получилось, что твой финансовый отчёт делали те же люди, которые делали отчёты для ещё 12 кандидатов от разных округов. Причём, в основном, из спойлерской партии «Коммунисты России». Эти сведения я сразу на источник сошлюсь. Аналитическая статья новой газеты, в студии которой мы находимся. Причём, чтобы зрителям было понятно, на основе чего сделан такой вывод. Они просто брали электронные шаблоны документов. Все эти документы отсканированы, выложены на сайте МОЗГУ разбиркома. И смотрели кучу всяких тонкостей совпадающих. Когда везде одинаковые интервалы, одинаковое форматирование, одинаковые какие-то опечатки. Они делают вывод, что шаблон был одним и тем же. А поскольку электронного шаблона, который можно было бы взять откуда-то, общего не было. Это был новый шаблон, и он был выставлен только в PDF на сайте МОЗГУ разбиркома. То все кандидаты должны были делать какие-то свои шаблоны. И так случилось, что конкретно у тебя шаблоны совпали с 12 кандидатами. В основном это те самые спойлеры. Мне просто не нравится, что сейчас вешают ярлыки. Есть Нейман из команды Навального, который сейчас зарегистрировался кандидатом депутата Московского городского дома. Кто? Юрий Нейман. Видимо, речь идет о Юнимане. Он не из команды Навального. Не из команды. Из команды Гудкова. Он скорее от либертарианской партии, хотя тоже он не... Ну, короче, ладно. Есть он. Он самого движения. Хорошо, да. Есть из Гудковской команды, по-моему. Зарегистрирован Клочков. Клочков, да. Значит, вот, значит, кто такие, значит, вот эти вот кандидаты, которые прошли. Значит, начинают, как бы, давать, ну, это, наверное, какие-то немедийные, или они какие-то засланные, или какой-то дефективный. А что ты вообще, как бы, допустился? Значит, сушите, перестаньте, как бы, вот эту вот травлю. Потому что, на самом деле, как бы, если у вас есть независимый кандидат на округе, ну, так хотя бы, как бы, не знаю, поддержите его, да? Или не допите его хотя бы, да? Вот. По поводу спойлеров. Значит, расскажи мне, пожалуйста, значит, значит, кого непосредственно я спойлерю, значит, в своем втором избирательном округе. Я помню, сейчас момент. Нет, ты сказал, как бы, значит, из спойлерской партии. Ты же не коммунист России. Нет, не коммунист России. Я говорил про коммунистов России. Окей, я согласен. Так смотри, значит, давай, объясню. Потому что, смотри, значит, мне после этого расследование в новой газете, которые, на самом деле, взяли какой-то непримечательный факт. Когда-то, кто-то взял какую-то форму, откуда-то ее скачал, там, не знаю. Сейчас очень неправильно. Это люди, которые занимаются анализом данных много лет в интернете и так далее. Пожалуйста, уважаемые. Прекрасные, прекрасные, прекрасные люди. Но это, но это похоже, понимаешь, на палеонтологов, которые по одной косточке, значит, динозавра пытаются воспроизвести, как выглядела вот эта вот рептилия когда-то. Это не имеет отношения, на самом деле, к жизни. Потому что, скажи мне, вот скажи, кто все-таки спойлер? Я другой возьму критерий для того, чтобы определять спойлер или не спойлер. Есть программа у кандидата или нет? Ну как, это существенный. Ты не задаешь вопрос? Нет, я тебе предлагаю. Пускай-то бы новая газета проанализирует, у кого из кандидатов, депутаты, есть программа. Вот есть такой критерий. Это существенный. Нет, ну как это, смешно. Но если человек не публикует во время своей избирательной кампании, ни свою программу, ни свою биографию, не ведет никакой деятельности, такой кандидат, я не хочу сказать спойлер, он хочет избраться? Я не знаю. Наверное нет. Я в голову не могу залезть. Мне интересует проверяемые вещи. Есть у них это или нет, да или нет. Понимаешь? Вот это существенные критерии, по которым… Никто не спойлер. Никто не спойлер. Я согласен. Ошибочное. Я прям бью себя по губам. Ай-яй-яй. Нельзя говорить слово спойлер. Я не могу это доказать. Илья тебе жирный минус. Не, объясни. Кого? Кого? Что это такое? Я согласился. Я согласился. Хорошо. Набрали слово спойлер. Никто не спойлер. Я тебе объясню, что мне пишут. Мне пишут, что я принадлежу к какой-то группе Митиной, которая спонсируется администрацией президента и контролируется олигархом Малафиевым. Понимаешь? Это какой-то фарш мозга, который рождается в головах комментаторов после прочтения подобных описов. Я про это ничего не знаю. Фамилия Митина – это просто в этой статье условное обозначение вот этого кластера из 13 кандидатов. Ладно. Хочешь правду? Конечно, хочу правду. Я… Сейчас тебе все это расскажу. Значит, на самом деле это все Бог Рассудова. Нас поддерживают пиратские международные интернационалы. И все кандидаты, которые объединены в этой статье по одной форме – это все мои кандидаты. Мы идем единым блоком для того, чтобы отстаивать интересы и идеологию пиратского интернационала, который за нами всеми стоит и руководит из брюссельского обкома, где находится штаб-квартира нашего организации. Паша, я очень ценю чувство юмора. Правда, чувство юмора – это прекрасно. У меня очень простой вопрос. Это как бы как готовил твой начальник штаба, который здесь сидит, откуда брался этот шаблон для финансового отчета? Юрий скачал из интернета. Нельзя скачать из интернета. Нельзя скачать из интернета. Еще раз. Нельзя скачать. Это факт. Нельзя скачать. Давай следующий вопрос. В общем, ты ничего про это не знаешь. Я не готовлю бумаги. Ты сам… Ты можешь сказать, я ничего про это не знаю? Я правильно знаю, да. Это ответ. Я ничего про это не знаю. Как это… Ну, какие шаблоны. Слушай, как генеральный директор, понимаешь, он не занимается бухгалтерией непосредственно, да? Это кто как? Слушай… Я занимался, когда был… Ну, как бы, несчастный человек. Сочувствую очень сильно. Я и ты, как и ты, кстати. У меня есть бухгалтер, но я очень внимательно слежу за всем, что у меня происходит. Этим занимается бухгалтер, другой человек, да? Который тоже берет эти формы, как бы, откуда-то, как бы… Ну, ты хотя бы задал после этой статьи вопрос, как так получилось-то? Почему форма совпала именно с этими кандидатами, а не с какими-то другими? Слушай, этот вопрос, как бы, вообще, как бы, не значительный. Давай следующий. Ладно. Так. Ну, на самом деле, по фактической части, да, по цифрам, по… Я все, что хотел тебя спросил. Последний вопрос, уже из области такой лирики и предположений. Как ты думаешь, лично твоя оценка, почему так получилось, что значительную часть, ну, вот здесь, надеюсь, ты не будешь со мной спорить, некоторых более известных, чем ты… Это единственная моя вина, потому что я… Я не объясню. Не-не-не, а я тебе объясню. Значит, короче, мне написал, не мне, точнее, есть такой Анатолий Баранов, он главный редактор форума МСК, вот, он написал статью, короче, он живет в Тушино и говорит, значит, вот за кого голосовать, как бы, вот, на этих выборах? Вообще не за кого. Вот посмотрите, эти вот какие-то не кандидаты, не кандидаты, а знаете, кто из них самый, как бы, вот, неизвестный, ничтожество из ничтожеств? Вот, смотрите, предприниматель Рассудов Павел, зарегистрированный в Брянской области. Давайте за него проголосуем, потому что, вот, просто, ну, хуже придумать, как бы, невозможно, как бы, менее неизвестного и бессмысленного кандидата. Вот, реально, так и написал, понимаешь? Вот моя, как бы, единственная, как бы, вина, потому что, как бы, я известен, может быть, меньше, понимаешь? Но сейчас, как бы, я надеюсь это исправить, вот, с помощью твоего эфира в том числе. Окей, так все-таки мой вопрос, как ты думаешь, почему так получилось, что некоторые, то есть, окей, я же видел, ты участвуешь в протестных мероприятиях, акциях, да, то есть ты поддерживаешь незарегистрированных независимых кандидатов, ну, или, видимо, многих из них, я так понял, Геннадия Гудкова, ты не очень поддерживаешь. Геннадия Гудкова, который голосовал за закон, по которому меня на последнем митинге, как бы, арестовали, да? Вот, наверное, как бы, не очень отношусь к какому-то Но, тем не менее, подожди, давай про факт. Ты участвуешь, ты, значит, поддерживаешь, как минимум. Ну, пускай даже он будет зарегистрирован, как бы, да, потому что это политическая конкуренция. Окей. Так интересней. Хорошо, значит, но твоя оценка, вот ты, как бы, спокойный человек, который адекватно оценивается. Нет, я бросаюсь на даже на людей. Пожалуйста, ты бросаешься, но если тебя спросить, как будто ты спокойный человек и адекватно оцениваешь себя и других. Как бы ты оценил, вот с точки зрения политической, да, эту ситуацию, почему вот этих кандидатов не зарегистрировали и каждую подпись изучали под лупой и большинство, ну, вот тех, значит, несоответствий так и остались неизвестными. Ну, я думаю, что у меня тоже забрали за нормальную часть подписи. Слушай, ну, подожди. Это вопрос к избирательной комиссии. Ну, это просто не по адресу. У тебя какие-то свои мысли есть? Ну, я тебе сказал, что... Повезло, или у меня подписи лупы. Ну, во-первых, я реально собирал подписи, а второе, это то, что просто, может быть, я менее известен, чем те товарищи, которых сегодня не допустил. Это единственное, как бы, что меня от них отличает. Ну, некоторых не очень известных, скажем, тоже не зарегистрировали. Да, вот простой пример. Я, например, для меня здесь нет ответа. Я для себя, я не знаю ответа, поэтому мне интересно твое мнение. Вот два кандидата, для которых работал штаб Катса, а как Катс умеет организовывать процессы. Я прекрасно знаю. Очень здорово. У меня есть свой опыт, он положительный. Значит, я и знаю, как он умеет работать, и его штаб как работает. Вот, они собирали для двух кандидатов. Для кандидата Бесединой и для кандидата Брюхановой. Одни и те же люди, по одной и той же технологии. Все одинаково. Они одинаково неизвестны, согласись, да, широкой публике. Ну, никто не знает, ну, кроме людей в их районах, и то, наверное, немногих, да. Кто такая кандидат Бесединой и кто такая кандидат Брюханова. Все одинаково, но кандидаты Беседину регистрируют, а кандидата Брюханову не регистрируют. И что? Не знаю, я спрашиваю. Мне непонятно. И мне непонятно. Все, это ответ. Окей. Окей, ты ответил. Ну, наверное, я все, что хотел, у тебя спросил. Я тебя благодарю за ответы, за терпение к моим не всегда удобным, наверное, вопросам. Может быть, ты что-то хочешь у меня спросить или что-то добавить в конце? Тогда добавляй. Добавить, наверное, в конце все-таки бы хотел, да, что 8 сентября, если у вас есть друзья в Северном, Южном, Глушино, Куркино и Лужениновском, обязательно позвоните им, пригласите, например, на выборы. И расскажите о том, что есть такой кандидат Павел Расудов, который борется за то, чтобы у вас было право самостоятельно за себя принимать решения на прямых электронных выборах, а не выбирать всяких кандидатов в депутаты, а принимать все решения самостоятельно. Это и есть прямая электронная демократия. Это один из главных пунктов моей программы. Спасибо, Илья. Я еще, стоп, подождите, я все-таки еще два слова какого-то своего резюме, ладно, скажу. Ну, я говорил в начале, да, что у меня были вопросы, которые я хотел для себя прояснить. Я, честно скажу, многие вещи, которые ты мне сказал, лично меня не убедили. Убедят ли они зрителей, не знаю. Мне, ну, для меня какие-то вещи непонятны. Возможно, просто, ну, я не какой-то гений, не бог. Может быть, просто я чего-то не понимаю. Для меня картинка все равно не сложилась. При том, что ты мне симпатичен как человек, да, ну, во френдах, да, я за тобой слежу, но для меня все равно, честно, осталась во многом загадкой, как же тебе это все удалось. Но, тем не менее, желаю тебе удачи. Вот. Спасибо. Спасибо.